Эта советская спортсменка покорила мир, но ревнивый муж лишил ее славы и жизни зимние виды спорт. 0 часов 0 2 минуты, 3 декабря 2018 года скользкая тема «Эта советская спортсменка покорила мир, но ревнивый муж лишил ее славы и жизни». Фото Юрия Самов, РИА Новости, советская конькобежка Инга Артамонова вошла в историю мирового спорта, став первой четырехкратной абсолютной чемпионкой мира. Артамонова стремилась к олимпийскому золоту, но в 29 лет ее из ревности и зависти убил муж. Лента, Ру вспоминает о трагической судьбе конькобежки. Наперекор всему новый 1966 год Артамонова встречала с семьей. Внезапно в дверь постучали. На пороге стоял изрядно выпивший муж Инги Геннадий Воронин. Она впустила незваного гостя. Слушать пьяное обвинение супруга было невыносимо, но Инга умела терпеть. Будущая чемпионка родилась в августе 1936 года, на ее детство пришлась война. Голод и развод родителей. В результате Артамонова заработала туберкулез, с которым боролась многие годы. Помогал спорт. Девочка пошла в секцию академической гребли и еще до окончания школы стала мастером спорта и дважды чемпионкой СССР. Ингио предрекали успех. Но внезапно она перешла в конькобежный спорт. Тренеры отговаривали Артамонову, доказывали, что с ее ростом, 177 сантиметров, невозможно достичь больших результатов. И поначалу Инга действительно занимала последние места, однако постепенно вышла в лидеры страны в 1956 году выиграла чемпионат СССР. А уже через год поехала на первенство мира. Там 20-летняя Инга Артамонова стала абсолютной чемпионкой. Фото Юрия Самов, РИА Новости Это стало началом большого пути. Спортсменка продолжала завоевывать первые места и бить рекорды на мировом первенстве 1958-го, она вновь стала абсолютной чемпионкой. Карьера Артамоновой складывалась идеально, болельщики носили ее на руках, впереди был новый чемпионат мира и Олимпиада. Но внезапно Ингу отцепили от сборной. У спортсменки не было травм, а результаты на отборочных соревнованиях впечатляли. Причиной стала запятнанная анкета Артамоновой. На первенстве мира в шведском Кристине Хамне Инга познакомилась с членом шведского оргкомитета по имени Бенгт и влюбилась в него. Роман с неблагонадежным иностранцем не прошел незамеченным для советской госбезопасности. Спортсменку вызвали в КГБ, сократили зарплату с 3000 рублей в месяц до 800 и дали понять, строишь личную жизнь, со шведом рушишь жизнь себе и своей семье. Конькобежка оборвала связь с Бенгтом, вернулась в Россию, однако стала невыездной. Сначала ее не пустили на чемпионат мира, а затем и на главный старт в жизни любого спортсмена Олимпийские игры. Это было в 1960 году. Московский громоотвод абсолютной чемпионки мира пришлось заново строить жизнь в СССР, в том числе и личную. В общежитии, где она жила, Инга встретила коллегу по сборной Геннадия Воронина. Он упорно ухаживал за ней и в конце концов они поженились. Геннадий Воронин справа и Инга Артамонова с тренером Эл Горкуновым. 30 января 1962 года фото. Позденков. Федоров П. Та с карьера Артамоновой тоже пошла в гору. В 1962 году ей удалось завоевать пять золотых медалей на чемпионате страны, получить высшую награду мирового первенства и побить четыре мировых рекорда, превысив прежнюю сумму в конькобежном многоборье более чем на 10 очков. Ингу поддерживали тысячи советских людей. Спортсменки пачками приходили письма от поклонников, в том числе и от детей «Здравствуйте, Инга!» Вам пишет Свердловская пионерка Тамара Шиманова. «Обещаю вам, что буду учиться только на отлично. Знаете, когда будут соревнования первенства мира, что за вас болеет пионерка из Свердловска? Вы для меня, Инга, во всем пример!» Артамонова начала готовиться к Олимпиаде, однако за полгода до игр в Инсбруке у спортсменки обнаружили язву. Восстановление после болезни было долгим и сложным. Тренеры поставили ультиматум, чтобы попасть в сборную, необходимо занять минимум третье место на отборочных соревнованиях. Конькобежка стала второй. Но ни любовь болельщиков, ни впечатляющие результаты не перечеркнули ее прошлую неблагонадежность. На Олимпийские игры 1964 года в Австрию вместо Артамоновой поехала Лидия Скобликова. Однако Инга не сдалась и на чемпионате СССР опередила Скобликову, к тому времени завоевавшую на Олимпиаде четыре золотые награды. На Уральскую молнию нашелся московский громадвод, писала советская пресса. Через год Артамонова в четвертый раз стала абсолютной чемпионкой мира, рекорд спортсменки до сих пор не побит никем из российских конькобежек. Инга надеялась, что следующие Олимпийские игры пройдут уже с ее участием. Нож в спину пока Артамонова завоевывала популярность, ее муж так и не добившись больших успехов, закончил карьеру и стал тренером. Воронина раздражали успехи жены, он ревновал Ингу, много пил и устраивал бесконечные скандалы. По словам чемпиона мира Бориса Стенина, Геннадий избивал Ингу. Мы часто видели ее с синяками. Хорошего о нем ничего не могу сказать. Эту информацию подтверждал и тренер сборной СССР Константин Кудрявцев. Я часто видел ее с синяками на лице. Он пил и жил за ее счет. Следствие приняло сторону убийцы. Якобы Воронину было нелегко наблюдать за успехами жены, из-за чего он стал выпивать, да и измены, никем не доказанные. Усугубили ситуацию. В итоге вместо возможного расстрела по 102 статье Воронина приговорили к 10 годам тюрьмы. Убийца Артамановой отсидел только полтора года, еще три прожил на поселении в Нижегородской области и остался жить в Дзержинске. Он много пил и умер в мае 2004. Перед смертью Воронина встретил бывший коллега по сборной Юрий Юмашев. Воронин маленький лысый старичок подошел ко мне со стаканом, давай выпьем за все хорошее, подумал, не жилец он уже, жалкий, опустившийся, а ведь кого убил. Анастасия Борисова. Субтитры создавал DimaTorzok